За полгода в Бердске снизилось количество ДТП, но выросло число пьяных за рулем. Соответствующую статистику в эксклюзивном интервью телеканалу ТВК привел командир областного полка ДПС Вячеслав Бакланов. С начала года в Бердске снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. 32 случая с двумя погибшими и 43 ранеными. Командир областного полка ДПС Вячеслав Бакланов напомнил, что год назад в Бердске произошло 125 ДТП, в которых 8 человек погибли и 172 получили травмы. Зато в пьяном виде за рулем за полгода задержали около 160 берчан, в прошлом году не более 70. При этом виновниками ДТП стали только два персонажа, что называется под градусом. По мнению комполка ДПС, это связано с увеличением плотности экипажей, несущих службу в Бердске. У вас раньше на сутки выходил один экипаж, учитывая, что люди должны отдыхать, 4 часа он однозначно отдыхал, то есть были промежутки, когда в городе не было вообще экипажа. Сейчас на данный момент у вас в сутки выходят 3 экипажа, и с учетом оперативной остановки мы можем сюда изменять численность экипажей. И причем они выходят не на суточное дежурство, а на 12-часовое. То есть у вас нету практически ни одной минуты, чтобы экипажа здесь не было. Изменился и подход к службе со стороны патрульных. Внедрены новые приемы и технологии, рассказал Вячеслав Бакланов. У вас есть группа в WhatsApp здесь, в городе Бердске, где водители между собой общаются, где стоят экипажи. Мы в этой группе тоже состоим. Отлично. То есть у нас информация есть, где кто стоит. Но могу, как бы я уже рассказывал ранее, у нас есть автомобили скрытого патрулирования, которые не разукрашены, которые не видны для граждан, что это патрульный автомобиль, который ездит, смотрит, дает информацию по радиостанции. О том, стало ли безопаснее на бердских дорогах и как изменилась патрульно-постовая служба в Бердске, можно узнать из интервью, которое дал Вячеслав Бакланов нашему телеканалу в программе «15». Программа выйдет в эфир сразу после выпуска новостей.